Привет, сегодня мы поиграем в игру под названием Гоэнкандер. Это сатирическая игра в жанре подземелья, в которой нам предстоит исследовать проклятые руины технических предприятий. Приступим, здесь какой-то странный шрифт или размытие, или это только у меня так рябит. Помощь, я хочу включить помощь. Режим помощи задумывалась как сложная игра, однако мы понимаем, что каждый играет по-своему, и мы надеемся, что эти настройки помогут вам получить удовольствие от игры, если она покажется вам непроходимой из-за своей сложности. Дополнительные сердца, повышенная прочность оружия. А, ну ладно, мы тогда это использовать не будем, попробуем сначала сыграть так, посмотрим к чему все это приведет, и если не будем справляться, а игра нам понравится, то понизим. Добро пожаловать, короче, в наш прекрасный город, как прошла ваша поездка на монорельсе. Компания поздравляет вас со вступлением в ряды более 100 тысяч сотрудников, нанятых в рамках спецпрограммы Страждущие Стажеры. Будучи крупнейшей в стране корпорацией в сфере электронной коммерции, мы с гордостью поддерживаем новое поколение новаторов, это может показаться невероятным, но когда-то она была не более чем блестящей идеей такого же работника. Как и многие успешные компании, она начинала со стартапа, просто пара друзей в гараже, у которых не было ничего, кроме мечты и скромного денежного вливания. Вот почему мы помогаем развиваться другим за время своего существования. В день наша компания приобрела множество стартапов и обеспечила их финансированием и усердными сотрудниками, чтобы приблизить их звездный час. Наша единая система E определила вас на должность помощника-маркетолога у самого нового члена нашей семьи. С изобретением газированного напитка, который также является заменителем питания, компания ловко ударила сразу по нескольким кому-то, стажеры не найти ничего лучшего. Ээээ, почему так быстро? В перерывах между плодотворной работой у нас будет достаточно времени, чтобы приобщиться к богатой культуре, побережья и города. Теперь остановимся на правилах. Не спускайтесь. Я и так все знаю, Джеки. Я должна была посмотреть это видео, чтобы подать заявку по инету. А, вот как. Тогда пропустим все эти формальности и перейдем к самому интересному. Жаклин, ты наверняка хочешь встретиться со своими новыми коллегами. Конечно, жду не дождусь. В таком случае начнем знакомство. Пошли со мной в... Ну вот, опять. Что? Что это было? Ох, видимо из подвала снова полезли монстры. Мне жаль, Джеки, что приходится просить тебя о таком в первый же день на работе. Просить о чем? Ну, мы же не можем устроить собрание, когда по офису бегает это чудо. Поэтому сделай мне одно маленькое одолжение. Убей, пожалуйста, этого монстра. Чего? Прямо убить-убить сейчас? Я никогда не убивала людей. Тебе не надо. Ты, наверное, еще не привыкла к жизни в Нео Каскаде и здесь. Всем рано или поздно приходится убить монстра. Чтоб тебе было проще притворить, что ты в видеоигре. Представив, что с каждым ударом уменьшается полоска здоровья. Считай это своим первым заданием на позиции стажера. Не подведи нас. Ладно. Пойду убью монстра, что ли? Так, осмотритесь. Перемещайте камеру с помощью мыши. Новое задание от коллеги. Найти и убить монстра. Осмотритесь. То есть, все будет вот так. Мне казалось, игра будет с видом сверху. Это у нас что, подкат? Она что-то схватила. Подбирайте предметы и бейте врагов. Взять, атаковать. На! Погоди. Берем швабру. А ну иди сюда. Говнюк, ты куда побежал? Сюда иди... На! Получил! Молодчина, и не так уж сложно. У него дубина выпала, дай я ее возьму. Меня тошнит. У нас как раз припасены ящики со вкусом антоцида. Ты отлично справилась, Джеки. Спасибо. Теперь осталось самое малость. Спуститься в их подземелье и убить всех до единого. Стоп, чего-чего-чего? Не-не-не-не. Вам нужна, не знаю, служба по борьбе с вредителями? Это нетрудно, обещаю. Ты ведь так легко с ними расправилась. С ним. Их там осталось-то, небось, штуки три-четыре. Я же сказала, нет, найди кого-нибудь другого, я туда не полезу. Хм, пусть будет так. Джеки, я на тебя возлагал большие надежды. Даже лично изучил твое резюме. Но если ты не заинтересована работать на нас, то, наверное, нам стоит попросить Ави присмотреть твое положение в компании. Постой. Да? Я согласна. Спущусь по горке и посмотрю. О, прекрасно, я знал, что не ошибся в тебе, Джеки. Возвращайся, когда зачистишь всех этих монстров. Ах да, ты только не задерживайся из собрания через 15 минут. Берем дубину, и здесь ведь что-то выпадало еще, нет? Терминал сотрудника. Наставник не выбран. Закрепленный навык. А у меня этого нет, да? Чаще используйте этот навык, чтобы подтвердить его. А непонятно, что это такое. Да погоди, наставник. А наставник это за кого я играю, что ли, или что? Дайте мне осмотреться, сразу в пекло меня посылают. А так ты говнюк, ты же мой коллега, по сути. Ого, какая она страшная. Я только сейчас взглянул. Ну, пошли. Звенчиваем цены. И вот мы здесь. У нас отобрали дубину, но она вместе с нами, похоже, упала. Все это мы можем хватать. Да? Ноутбук. Табуретка. Погоди, а где дубина? А, я понял. Он будет нападать. Выберите врага в качестве цели. Она же даже не фокусируется на нем. Что взять? Цель. Костяная дубина мне не нужна. Еще одна ракетка для пинг-понга. Меня и так все устраивает. Поэтому зачем что-то менять? Уклонитесь от опасности. Сюда иди. Блин. Я не знаю, зачем нужен этот фокус. Это чтобы камера, может, не отворачивалась. Потому что она так же мажет. Вот здесь? Что у нас? Изучайте навыки и становитесь сильнее. Неуязвимость после получения удара длится гораздо дольше. Коробки содержат дополнительный предмет. А где коробки-то? Где хоть одна? Ну давай овладеем. Коробка. Дорожный конус. А, ну тогда это ерунда. Верните мне копье. Мы выходим. Двигаемся уже в эту сторону. Надо было брать другой навык. Приключитесь между предметами. Но я об этом уже узнал. Да, спасибо. И сам. Тихо! У ворота здесь не работают. При атаке. И предметы еще ломаются. Вот это что? Клавиатура. Ноутбук. Карандаш. Погоди, я назад могу пойти? Я хочу копье взять. Как прыгнуть-то? Непонятно. Ох уж эта камера. К ней надо привыкнуть. О, вот это что такое? Как я мог это пропустить? Коробки трогать не будем. А то вдруг сломается дубина. Бросайте мусор с безопасного расстояния. Тихо, тихо, тихо. О нет, это было сложно. Да, блин. Сдохну. Можно отхилиться. Пожалуйста. Взять цель. Цели-то нет. Бросать сложно. Я думал, она автоматически будет бросать. Рабомеч. Хана. Зарядите атаку, чтобы ударить сильнее. Покедова, лузеры. Вон там что-то хорошее лежит, но я не знаю, это сбивать, наверное, над другими вещами. Стой, я могу вот это бросить? Я не могу так высоко бросать. Хватай. Дубина вот-вот сломается. В связи с безмерно долгим посещением туалета, внештатниками, с этого момента все стульчики будут повернуты на 45 градусов, чтобы стимулировать... Я чую что-то. Я чую преграду продуктивности. Эээ, здравствуйте, вы тут главный? Меня им послали сюда сказать, что вы как бы не совсем должны... У нас нет времени на задержки, особенно на этом этапе работы. Внештатники, уничтожьте преграду, после этого мы продолжим планерку. Даже не пытайтесь после боя убежать в туалет, я все вижу. Да погоди, 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 их слишком много. Ладно, все, я готов. Ты выбросила ту дубину? Она выбросила ту дубину? Или она сломалась? Вот же блин, подстава. А я могу сейчас как-нибудь прокачаться? Всем спасибо, что согласились прийти на наше ежедневное собрание. Ты же сказал, это обеззаловка. Спасибо, болото. Так, во-первых, позвольте представить нашего нового стажера. Давайте похлопаем Жаклин Фиаско. То есть здесь будет не спеша так сюжет продвигаться каждый раз, когда я буду спускаться в это подземелье? Я здесь. Я здесь. А вас дало? Набирать еще сотрудников с нашим-то бюджетом? Насколько я понимаю, стажировка Мисс Фиаско не оплачивает в сетапе. Какое счастье. Жаклин, давай ты немного расскажешь о себе, чтобы снять напряжение. Для начала представься, скажи, какой у тебя любимый вкус нашего напитка? И поделись своей самой заветной и самой страстной мечтой всей жизни. Ты только что ее представил. Карачи, ты сразу. И мой любимый, это, наверное, сычуанский абрикос. Мечтаю о том, чтобы когда-нибудь оформить медицинскую страховку. Хо-хо, смелый выбор вкуса, она мне нравится. Джеки пришла к нам на... Что там было в объявлении? Маркетинг. На маркетинговую стажировку. И кто, интересно, будет ее стажировать? Я думал, о всем нашем маркетингом занимается Ави. Старайся мыслить шире, корея. Убираться, значит, устаревать. Ну и что? Что за всю нашу рекламу и пиар отвечает на вешение рассеть? Это не значит, что живой человек не мог бы внести пару дельных предложений. Отлично сказано, сэр. Ферн, ты понял, что он там загнул проупираться? Я до конкретных обязанностей... Что до конкретных? Почему я читаю левые слова? Веренави что-нибудь подберет. А пока считайте Джеки нашим маленьким офис-менеджером. Если вам понадобится помощник, не стесняйтесь к ней обращаться. Должен признать, мне бы очень пригодился человек для тестирования новых вкусов. А мне для перепроверки финансовых расчетов. Как хотите, спорить не буду. Чем меньше мы тут полагаемся на машины, тем лучше. То есть даже я могу запрягать ее. Круть! Рада с вами со всеми познакомиться. Узнаю свою приветливую команду. Кстати говоря, может завершим это собрание нашей речевкой. Потрясающая идея, сэр. Кажется, я помню слова. Кхм, что мы делаем? Что он делает? Заменяет завтрак, обед и ужин. Зачем мы его делаем? Ну давайте, вы же знаете. Чтобы сделать мир лучше, ну и что? Именно, как я мог забыть. Обычно они повторяют все без запинки. Понедельник, все такое. Мы здесь как одна большая семья. Скоро и сама увидишь, Джеки. Что, не дождусь. Что ж, на этом наше собрание подошло к концу. Всем удачного рабочего дня. Джеки, останьтесь, пожалуйста. Нам надо обсудить нашу гоблинскую проблему. Новое задание от коллеги Марф. Ну как, дошла? Дошла. Куда? До низа. До нижнего уровня подземелья. Где босс сидит? Разве похоже, чтобы я дошла, а мне дали такого пинка? Серьезно, я сомневаюсь, что туда вообще можно добраться. Нет, это никуда не годится, Джеки. Если хочешь чего-то добиться, тебе надо мыслить позитивно. А точно нет более подходящей кандидатуры. В рекламе говорилось, что это маркетинговая стажировка, но не гожу себя для сражений с монстрами. Мне все это нравится не больше твоего, Джеки. Но если из-под земли и дальше будут лезть гоблины и воровать наши офисные принадлежности, мы никогда не достигнем целевых показателей. Вот решишь нашу проблему с монстрами, обещаю посадим тебя строчить посты в соцсетях быстрее, чем ты успеешь выдать топовый депчик. Или чем там ребята твоего возраста увлекаются. В общем, я так понимаю, мне еще раз попробовать? Правильно понимаешь. Держись, Джеки, сама не заметишь, как справишься совсем на раз-два. Да ты только взгляни на нее. Ты уверен, что она справится? И перекаты у нее достаточно странные. Она просто падает на жопу, а потом поднимается. Можно с остальными еще перетереть. Давай с тобой. Как тебе работает с бухгалтером? Ну так, более-менее. Я все сверяю, говорю Марву, что мы вышли из бюджета. Марв передает Рею, Рею до фонаря и все по-новой. Пока что эта система работает безупречно. То есть с вами можно просто так перетереть, да? Ты здесь программист, ведущий инженер. Значит, любишь компьютеры? Кто это сказал? Я ему вломлю. Она еще ниже нас. Кто тут такая хорошенькая? Хорошенькая или хороший? А есть разница, это же собака. Это девочка, если что. Кто тут такая хорошенькая? Гав-гав. Ты что скажешь, парень? Привет, Джеки. Здоров, крошка. Я болот не понимаю в суе. Что? Болото как трясина. Ну, крошка трясина, это по определению всего лишь зыбкий участок болота, в то время как болото представляет собой сложную экосистему. Ну, короче, да, токс двойной Т. При этом познакомиться, Джеки, надо как-нибудь пересечься. Ага, обязательно. А вот это что? Это пока закрыто, да? То есть, если мы пройдем одно подземелье, у нас откроется второе? И третье? Ого-ого. Их здесь много? А здесь всего один босс? Мы и в прошлый раз, в принципе, могли пройти тогда. Если здесь всего один босс в конце. Давай, берем карандаш. Берем еще карандаш. Все, он сдох. Вот, возьмем вот это. Булаван. Надо за оружием, главное. Следить. Стоп, а карандаш? Тоже сильнее? Нет. Уходим. Все, пока мы их гасим. Пока все отлично. Мяско. Есть мы его не можем. Только брать и драться. Нет, какой-то новый тип врагов. Пока меня никто не зацепил. Тут у нас три пути. Ну, пошли сюда. Сломано, блин. Как это сломано? Стоп, у меня три оружия с собой. Карандаш самый отстойный. Ого. Но он на один раз только. Эти мы пока драться не будем. Стая дубины берем. Будем драться ей. Стоп. Это первый этаж, а это спуск вниз, да, получается? На другой этаж. Что у нас тогда здесь скрывается? Скрывается. Блин. Каратышка. Умри. Здесь мы можем что-то взять, да? Купить. Вот это что? Шанс сбить с ног врагов при входе в комнату. Ты что скажешь? Вхвать будешь чего? Тут просто так шататься запрещено. А ты не собираешься, не знаю, напасть на меня? С чего бы, так много не продашь. Эта таблетка повышает здоровье. Точнее, восстанавливает. Дает здоровье. 40. Приобрели. 4 сердечка есть. Хорошо. Арбалет, ладно, я не буду покупать. Он, наверное, отстойный, раз он стоит так мало. Этого мы загасили. Что это такое? А, это, наверное, хилка, да, была? Ну, а мне она не нужна. Доступна новая работа. Это как бонусный уровень какой-то, или что? Победите врагов быстро. Тихо! У меня им оружие. Быстрее! Сколько мы получили? Пять звезд? Элитный куб. Во-первых, хилка, а во-вторых, рабобой. Теперь у меня топовое вооружение. Медьте на чужое место чувствительным ударом. Первый критический удар по врагу принесет вам пару баксов. Вот это я не понял. Все, можно идти на следующий этаж. Вот это что за скрепка? А, ясно. Не, я буду драться с копьем, вы чего? Стоп, не туда иду. Все. И нападают сразу крысята. Тихо. Это против толпы. Хорошо. И вот это. Теннисная ракетка, это вообще отстой. Какая-то награда. Что это? Неуязвимый способ получения удара длится гораздо дольше. Войти. Забываем о себе. Следующий этаж. Раба-меч. Все остальное сильнее. Давай, перебивай их, перебивай. Тихо. Бомба сейчас рванет. Все. Нормально. Идем дальше. Какая-то машина. Что это такое? Вот он хитрец. Пять следующих боев вы сможете сосредоточиться. Так-так, смотрю, ты добралась до моего скромного гаража. Слушай, ничего личного, но по-моему образ загадочного продавца всем давно приелся. Давай, ты просто покажешь свои товары, и я пойду. Какая нетерпеливая гостья. Тратить деньги дело хорошее, но знаешь, что лучше вещей? Знания. По правде говоря, я гораздо больше горжусь своей огромной коллекцией литературы, чем своими изделиями. Или моей драгоценной машинкой. Но ты ведь все равно что-то продаешь так. В некотором смысле. Но цена за это может быть выше, чем просто энная сумма денег. Выйди из машины. Как выйти из машины? Блин. Мы к тебе вернемся. Что дает машина? Так, они сначала отпрыгивают еще в придачу. Я еще и здоровье потерял из-за этого. Из-за того, что я не знал, как выйти. Этим я драться не буду. Все, идем к нему. О, владеть. Это бесплатно или нет? Как туда попасть? А, это проклятие. Дает здоровье. Вот это что, вы наносите дополнительный урон мусорными предметами? Так это на халяву или что? Я понять не могу. Как работает это проклятие? У меня теперь куча сердец. Вот что самое главное. Ну блин, какая-то легкая игра, если честно. И они еще предлагали понизить уровень сложности. Ой, это босс какой-то, да? Надо вот этих сначала добить. О, нормально долбит. Нет, это не босс. Это просто лох. О, нормально. А можно мне босса? Доступна новая работа. Победи врагов быстро. Оружие ломается слишком быстро. Так и быть, я готов потерять сердечки. Да блин, бери оружие. Я же выбрал оружие. Ясно. Шпастая дубина. Хилки. Здесь что? Там, кстати, меч был. Дорожный конус. Это как защита? Это как щит? Что это? Проверить доступ к горке. Давай. Подеремся, и потом я пойду назад схожу. Сломано. Не, ну это довольно просто. А я не могу выйти? На короткое время после получения удара он наносит двойной урон. То есть, нельзя потом выйти, только на следующий этаж валить. Я понял. А можно к боссу? Может, до этого я специально должен был проиграть? По сюжету. Давай умирай. А, опять этот лох. Ну, он прям лох-лох. Так, чтобы купить. Ваши критические удары бьют врагов током. Я возьму вот это. Да блин, зачем ты говоришь? Что это за мясо? В смысле, ясное дело, офис. Это же надо. Уже набирают нештатников, которые даже название компании не знают. Минуточку, я здесь не работаю, я даже не гоблин. Ага, конечно. А кто тогда? Человек, что ли? Выпи экспресс, и деточка может прочистить мозги. И вот это возьмем. Дополнительное сердечко. Вот это что? Там непонятная стрелка. Он сдох. Это какое-то имбовое оружие. Немножечко. Берем вот это. Да блин, вот он, крыса. Воспользовался моментом. Давай сходим туда. Что это такое? А, мы отсюда пришли. Я думаю, что за фигня? Теперь у нас есть арбалет. Теперь у нас есть арбалет. Надо посмотреть, как он работает. Нормально. Это имба. Арбалет надо оставить. Но потом. Умри. 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 Все умрите. И вы умираете. Избранные, что ли? Новая работа. Ну не знаю, нужна ли она мне вообще. Сейчас поломается оружие. Они все сдохли, да? Ну как всегда, хилка. Ерунда какая-то, в общем. О, давай, кто кого переиграет. Изи победа. Ну я говорю, я не знаю, может в дальнейшем как бы будут сложнее, типа Димили. Но пока легко идет. За открытие очков дается дополнительная премия. Играем по-крупному. Что это такое? То есть все оружие стало больше? Сюда иди. Лошок. Я не знаю, идти туда, не идти. К последнему вопросу. Или сразу отправляться на новый этаж. Воу, динамит. Это было подло, я об этом не знал. Но зато хилка есть. Сразу отхилили здоровье. Тихо, я запутался здесь. А арбалета нет. Но все, он сдох. И что это дало? То есть мы по приколу сюда пришли? Серьезно? Я, между прочим, потерял половину сердечка из-за всего этого. Ладно, уходим на следующий этаж. Я готов. И опять этот здоровяк. Ой, блин. Там взрывчатка была. Задолбался своей машиной. Погоди, погоди, погоди. Все, отдыхай. Спасибо за свое бизнес. И здесь мочи их. Непонятно, как это все работает. Забываем о себе. У меня вот есть 135 зеленых и какие-то синие там были. Нет? Ладно. А здесь сразу босс. А вот здесь какая-то штучка. А, ясно. Ну как, полегчало, коллега? Рабоблин. Говорю же, я не гоблин. Ну, во-первых, мы тоже, слышь, мы рабоблины. Во-вторых, ни один человек не пробирался так далеко в офис уже лет 10. Так, с какой стать кому-то заявляться теперь? В-третьих, лучше бы тебе не быть человеком. Мне их по договору полагается убивать и поедать. Ой, надо же, все прояснилось. Я действительно рабоблины, вовсе не человек. Надеюсь, людей жрать, себя не уважать. Тупо трата времени, я даже не могу выставить счет. У меня большая скидка, это ерунда. Я бы на самом деле отхилился. Так, ну давай. Нормально. Идем. Стой. Все, можно и тем. Кофеинщик. Вот это я понимаю. Босс. А у него несколько стадий, что ли, будет? А почему сразу ломается оружие? Похоже на то, что у него несколько стадий. Ой, мне хана, видимо. Но и босс не сложный, если так судить. Блин. Всего лишь дубина. Тихо, тихо. Вот это мы берем и вот это берем. И вот это. Пока он психует, надо, наверное, отходить. Все, теперь все наладилось. Убиваем вот этого. А, кстати, это электрическая штука, видимо, да? Тогда это неплохо. А на него не работает его бомба. Сдох. Ну давай, сдохни! Будет вторая стадия, нет? Нет. Грр. Ограниченный некофенизированный человеческий стажер. Эта задержка нас не остановит. Мы уничтожим все преграды и выполним свою работу. А потом еще одну, еще одну, еще одну. Робоблин всегда при деле. Не надейся сорвать нам сроки только не с твоей наивностью и бездеятельностью. Радуйся победе человеческий стажер, она будет для тебя последней. Активы ликвидированы. Эликсир от усталости навсегда увеличит максимальное здоровье. Серьезно? Навсегда? Я теперь иду наверх? Давай, забирайся. Вы успешно прошли подземелья. Вот эти синие штуки. Непонятно, на что пока их тратить. Прогресс навыка. Продолжить. Надеюсь, нас будут хвалить. Громим профсоюзы. На этот раз ты дошла до конца, правда? Довольного стажера сразу видно. Еще как дошла и босса отпинала. Надо сказать, ты был прав, Марф. Я кучу нервов потратила, но зато сейчас так горжусь, что наконец-то смогла. В конце мне даже, можно сказать, было весело. Но не пойми, мне неправильно, хоть и весело, но я рада, что с подземельем разобрались, теперь можно приступить к моей настоящей стажировке. Настоящей стажировке? Ну да, той, маркетинговой, на которой я подала резюме по моему профилю. Ах да, конечно, что это я? Просто у тебя так хорошо получается убивать монстров, что я бы даже не усомнил, что это твоя настоящая работа. Прямо жаль, как твоим талантам не найдется лучшего применения на скучной маркетинговой должности. Ну да ладно, ты же принесла реликвию? Чего? А, ты про это? Да, босс ее вроде как охранял. Прекрасно, давай ее сюда скорее. Просто великолепно, до этого я только слышал слухи, которыми в полголоса делились в темных уголках форумов для предпринимателей. А что это вообще такое? Я думал, это моя задача просто расчтитесь монстров. Конечно, это дело важное, но теперь, когда у нас есть доказательства существования реликвии, это все круто меняет. Это Джеки называется Манопресс. Говорят, что благодаря его зачарованной силе производящей кофеин сотрудники компании Джоблин работали дольше и продуктивнее, чем все их конкуренты, из-за чего стартап выстрелил до небес. Если тебе кажется, что мы сейчас на вершине успеха, ты еще не видел, чего добьешься, добьется наша компания после установки этого красавца. Это точно разумно? Те работяги выглядели не очень здоровыми? Джеки, Джеки, за тебя опять говорит твоя зашаренность. Пора бы уже разбудить в себе предпринимательскую жилку. Даже если предприятие в итоге пошло к одной, это не значит, что все их идеи или могущественные магические артефакты были плохими. Нужно всегда учиться чему-то новому, даже у ошибок. Вообще-то я не имела... Не, ты имела, смотри же. Ого, я чувствую какое-то волнение. Думаю, ты хотела сказать продуктивность. И у меня есть еще хорошие новости. Вчера ночью уборщики подметали полы, обнаружили новую горку, которая ведет к криптовалютному стартапу. И ты представляешь, оттуда все утро ты носились в опле нежити. Класс, там точно должна быть реликвия. Ожившие трупы и криптовалюта. Честно, даже не знаю, что из них хуже. Скорее приступай к следующему подземелью и даю слово, я сразу же поговорю с Айви о твоем переводе в отдел маркетинга. Но ты же говорил мне, сейчас же займусь, сэр. Всем спасибо, что пришли. Сегодня нам выпала редкая удача, к нам присоединился сам основатель. Сам основатель? Встречайте, Рэймонда. Пау-пау, как движуха звезды. Ей-ей-ей. Вот это я понимаю настрой. Только звать меня просто Рэй. Помним, да? Мы все здесь кореша. Как вы знаете, мировой лидер в сфере машинного обучения и перевозок дронами недавно приобрели вашу компанию и теперь на нас свалилось больше денег, чем мы можем потратить. Об этом мечтает каждый бизнесмен. Па-бам. Но это же будет такое мега обучение, если мы, сидя на крутейших технологиях, не внедрим их ни в какой из наших еще более крутейших проектов. Согласна, да или да? На этой ноте я передаю микрофон нашему дорогому смарт-офису Ави. Кхм, йо, Ави, расскажи нам о новом продукте. Приветствую, друзья. Разве сегодня не сносная погода? Проведя испытания на... 10... чего-то там сценариях в моей официальной модельной вселенной я определил самое эффективное бизнес-решение с индексом расчетливости более 5. Рэймонда, брабанную дробь, пожалуйста. Представляю вашему вниманию Физго сопроводительное приложение. Используя сориентированное на пользователях ультрасовременное облако данных, покупатели смогут отслеживать свое потребление, получать персонализированные рекомендации новых вкусов и делиться связанные с нами историями в нашей новой социальной сети, встроенной в приложение. Ух ты, прямо все, что я ненавижу. Э, Ави, я ведь никаким боком не связана с этим проектом, правда? Марф, что это за хмурая царевна сзади? Это ваш ведущий разработчик ПОСР. Ну, у меня для тебя хорошие новости. С сегодняшнего дня я официально бросаю всю команду разработчиков на работу над Физго. Ты же рада, да? Что тебе не нравилось, напомни. Вы что, шутите всю команду? Совсем с дуба рухнули, а сайтом кто будет заниматься, а внутренним ПО? С дуба рухнуть могут только желуди, красавица, уверен, программисты разберутся. С целой командой разрабов достигаторов вы точно свояете все в два счета, я уверен, на 200%. Так, суково еще вопросы, желательно не такие, которые портят настроение. А это как-то повлияет на вкусы? Конечно, нет, Ферн. Я в курсе, что вкусы твоя закуска, братиш. Как я могу отобрать у тебя то, во что ты вложил всю душу? Ну вот, отличненько, значит, все решили, ба-бам. Я раздам корпоративные телефоны, чтобы все помогали тестировать приложение. Такой вот интересный совместный проект. Вы же команда, у вас и так все проекты совместные, разве нет? Так держать, Джеки. Каждый приложит руку к созданию Физго от разработчиков, которые его напишут до всех, кто совершенно довольно добровольно поделится своим мнением в любое время суток. В точку, братан, я знал, что выбрал правильного человека на менеджера проектов. Я бы вам всем сейчас дал пять, но как назло заболеваю. Так что просто представьте, что дал. На этом сегодняшнее собрание закончено. Не забудьте получить новые задания в терминалах сотрудников. Разблокированы приложения, ищите их по всему подземелью. Вот это что? А это, видимо, смарт-офис о котором все говорят. Как по мне, ты не выглядишь шибко умным. Сколько будет 63 в 429-й степени? Столица неокаскадии. Алло, эта штука вообще работает? Поднять. Уходи. Вот это мы, получается, прошли? Или не это? О, вот что мы можем приобретать. вы отбрасываете врагов дальше и наносите больше урона, когда они врезаются в стены. Вы наносите больше урона тяжелыми предметами. Вы находите важные... Нет, стоп, шокирующие реакции на получение урона. Вы находите важные предметы в комнате по запаху. Использование приложения вызывает удар током. Найдите в подземелье? То есть это там появляться только будет? Серьезно? Ты ведь основатель этой компании. Он самый. А ты, значит, наша новая целеустремленная сотрудница. Старжу, ага. Ты ведь понимаешь, что вашему поколению капец, как вывезло. Я мог только мечтать о возможности набраться опыта в таком юном возрасте. Может, тогда бы я не обанкротился три раза, прежде чем добился успеха. Звучит сурово, так оно и было, но в мире стартапов главное это упорство. Вот тебе первый урок, малышка. Никогда не бойся брать в долг у родителей. Буду иметь в виду. Ну, давай тогда все приобретем. Ты ведь ферн? Именно, я здесь главный специалист по вкусам. Здорово, то есть ты придумаешь вкусы, приятная работа. Она выматывает больше, чем ты можешь себе представить, но я занимаюсь ей ради искусства вкуса. Ааа. Стой, погоди. Где мы сейчас вообще находимся? Сколько здесь труб-то вообще всего? Это закрыто. Вот здесь мы были, да? Мы туда ходили или вон туда ходили? Хотя там стикскоин, мы, наверное, вот сюда ходили. К джоблинам этим. То есть вот еще раз труба. А, четыре трубы, потом открывается что-то новенькое. Возможно, новая комната с новыми трубами. Блин. Ты что скажешь? Ты какая-нибудь поджигала все подряд от нечего делать? Нет, вообще тема суперский способ выпустить пар. Не то, чтобы он во мне был. Не знаю, отчего звучит опасно. Это, так кажется, просто надо знать одну хитрость. Хитрость в том, чтобы стоять подальше от огня. Вот черт, как? Я сама не додумалась. Когда пойдешь в подземелье, возьми факел побольше и сожги все и вся от души прям. Поверь, не пожалеешь. Поджечь кучу всего от задания. А здесь какой-то лифт. А что у нас вот здесь? Надо сбегать посмотреть. Она очень странно двигается. Здесь спуск вниз, кстати, есть. Ноутбук. стоп, а вот это я могу выпить? Нет. То есть это чисто чтобы осмотреться? А для артефактов всего три места. К сожалению, нельзя делать прыжки. Что тут нужно сделать бедной девушке, чтобы получить чашку приличного кофе? Все, что у нас есть. Так, кофеварку экспресса? Наверное, да, в подземелье вроде пьют много кофе. В подземелье? Ага, в том, которое под офисом. Мне вашего молодежного сленга никогда не понять. Ладно, только принеси кофеварку, пока я тут совсем не отрубилась. Купить кофеварку. С тобой мы же уже вроде говорили. Кто готов к новому заданию, надеюсь, что ты малышка. Мне, наверное, не помешало бы поучиться у тебя управлять компанией. Так, крой пиры. Если тебе дали задание, выполняй его безупречно. Что нужно делать? Выполнить работу с пятью звездами. А, ну это легко. Я этим уже занимался. Я думаю, что на этом можно закончить. Что в итоге можно сказать про эту игру? Вполне неплохой рогалик, который, конечно, может вызывать трудности у новичков, но если играть аккуратно, то прохождение этой игры никаких проблем вообще не составит. С текущими графическими показателями я бы больше был рад увидеть эту игру на смартфонах, нежели на ПК, потому что это все выглядит достаточно странно. Ладно, так или иначе проходить дальше я ее не буду. На этом можно закончить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok